Хоккейный клуб «Адмирал» продолжает усиливаться в атаке. К команде присоединился канадский форвард Джейсон Акинсон. 26-летний игрок подписал контракт с моряками до конца сезона. В прошлом сезоне канадец выступал в АХЛ за Rockister Americans и Binghamton Senators. Тогда Джейсон заработал 52 очка в 73 матчах. Форвард, на удивление, знаменит своей вспомогательной ролью в атаке. За последние несколько лет канадец заработал уйму наград как лучший ассистент своей лиги. Приморский клуб тем временем стартует в короткой домашней серии, которую открывает матч с казанским Акбарсом. Уже 22 сентября в Фитисов арене моряки встретятся также с Тольятинской ладой, а затем наша команда отправится на выезд. Итоги пятого этапа национальной парусной лиги подвели во Владивостоке. Крупнейший проект Всероссийской федерации парусного спорта стартовал в Приморской столице еще 16 сентября. Многодневные гонки, в которых участвовало более 20 экипажей, должны были выявить лидера и отбросить аутсайдеров соревнований. Для приморцев предпоследний этап завершился особенно удачно. Владивостокская команда 7 футов Ост Лигал Сейлинг обогнала в общем зачете московскую команду «Навигатор Сейлинг Тим». В упорной борьбе при сильном порывистом ветре экипаж показал фантастический результат. Пять приходов на первом месте, три на втором и по одному на третьем и четвертом. Теперь приморцам предстоит сохранить за собой лидерство и побороться за награду уже на гранд-финале, который состоится в Сочи в середине октября. Приморочка отправилась на Кубок Сибири и Дальнего Востока. С 21 по 25 сентября в Красноярске пройдут игры, которые также будут приурочены памяти заслуженного тренера СССР Ольги Ивановой. Владивостокский клуб будет принимать участие в этом турнире в четвертый раз. В прошлом году наша команда заняла шестое место, в то время как наивысшим достижением приморочки является третья строчка. В Кубке Сибири и Дальнего Востока в этом сезоне примут участие шесть женских волейбольных команд Суперлиги, Высшей Лиги А и Б. На предварительном этапе участники были разбиты на две группы по три команды в каждой. Двое лучших выходят в полуфинал. В одной группе с приморочкой бороться за медали будут Енисей и Тюмень-ТюмГУ. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.